Уважаемые друзья, праздник закончился, кроме праздников и будней у нас, как всегда. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы обсудить ряд наиболее важных вопросов о развитии Гродненской области. Скажем прямо, область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других. По многим направлениям задает темп развития в нашей стране. Больше всего радуют успехи тружеников села. На протяжении последних лет вы среди лидеров в стране. Однако, как мне докладывают, в частности, Комитет государственного контроля, которому было поручено изучить ситуацию, есть и у вас слабые места. Ну, например, если говорить по селу в животноводстве. До настоящего времени не выполнено мое поручение по укомплектованию молочно-товарных комплексов под полную загрузку. Встает вопрос, мужики, мы зачем их строим? Ну, если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? Мы создали для скота дворцы. Они не укомплектованы полностью. На половине построенных и реконструированных комплексов не обеспечивается даже среднеобластной уровень продуктивности скота. Например, в Островецком районе. Есть уж упущение в вопросах воспроизводства стада. Это характерно для Лицкого, Мостовского, Ивьевского районов. Кстати, здесь, соответственно, отмечается снижение и валового производства молока в 2022 году. В ходе проверочных мероприятий в 80% хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота. И, что удивительно, у врача-губернатора ветеринарно-санитарных правил. В результате по-прежнему высоким остается падеж скота. А это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тысяч голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области в 16 и 17. Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. В то время, когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт. Надо всерьез заняться исправлением ситуации на Скидерской птицефабрике и Сморгонском комбинате хлебопродуктов. Мы с губернатором неоднократно дискутировали о ситуации со стаб-фондами. Кстати, с вашей области все и началось. Когда я жесточайшим образом потребовал, чтобы были эти созданы стабилизационные фонды и чтобы торговля выбирала ту продукцию, которая заложена в стабилизационные фонды. Вы меня уверяли, что все в порядке, а на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь. Хотелось бы знать, какие. Особенно по выборке картофеля, капусты, свеклы. При этом ваши торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше. Еще одна тема, которую я хочу обсудить – развитие областной промышленности. Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряд других отраслей. Вообще для Гродничина это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас ускорение. Ориентироваться только на Гродназот, атомную станцию нельзя. Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному проекту, серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора станет задача взять на личный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия. Кстати, как здесь у вас обстоят дела? И в частности, на Гродназоте, как у нас ситуация. Да и в целом, как область работает в этих санкционных условиях, что сделано в части импортозамещения, промышленной кооперации с нашими восточными партнерами, везде ли выстроена логистика доставки комплектующих и товаров. По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог. Хотя губернатор по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте, вот там вот, агрогородок, районный центр, эти дороги, как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так вот ямки закопали. А вообще, ситуация не радужная. Это беспокоит граждан. Все же на автомобилях, уж понимаете. А в некоторых семьях и по два, и по три автомобиля. И все предъявляют уже претензии. Что будем делать? В целом, по стране, здесь еще более-менее нагроднейший, но в целом, по стране, ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача, в течение этого года все дороги отремонтировать. Чего бы нам это ни стоило. А поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта, он дешевле, чем когда-либо. Есть нарекания, удивительно, может, это ошиблись, докладывая мне, есть нарекания и на работу общественного транспорта. Как видите, вопросов немало, и все они, в первую очередь, находятся в компетенции местной власти, районно-областного уровня. И имейте в виду, что мы проанализировали ведь заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в администрацию президента и на имя президента. Поэтому я попросил, чтобы сегодня на этом, скажем так, оперативном совещании вместе с губернатором доложили профильные его заместители, а также вице-премьеры, которые здесь присутствуют, при необходимости. Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад посмотрел. Ну, должен сказать, что, Леонид Константинович, отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область. Вот понимаете, как нарочно караник сделал. Я так в вертолете летел, говорю, ну нарочно сделал, взял, ну вылезал просто на границе своей хозяйства. Ну, любо-дорого посмотреть. Оттуда заезжаешь как будто с убыточных дремучих колхозов. Я не понимаю, вы, наверное, самоуспокоились, вы просто меня не слышите. Я же вам говорил, лучше воевать в поле, чем там. Владимир Степанович, у вас 10 минут для того, чтобы обстоятельно доложить о ситуации. Ну, все, что хорошо, то хорошо. Проблемные вопросы и интересные вопросы для всей республики, чтобы присутствующая здесь вице-премьера, да и я что-то услышал новое. Научились у вас, как когда-то это было? Уважаемый Александр Леонидович, уважаемые участники совещания. Ну, знаете, это как обсуждать, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Поэтому, если оценивать результаты работы Гродненской области, прошу обратить внимание, что первый квартал прошлого года область шла с превышением к 2021 году, 101,5%. С внешней шоки второго квартала, естественно, отразились на работе области, как экспорт-ориентированной области. Мы вынуждены были выстраивать новые логистические цепочки, искать новых партнеров, ориентироваться на другие рынки сбыта. И во втором квартале 2022 года была допущена самая большая просадка по ВРП 4%. Потом пошло, может быть, медленнее, чем хотелось, но восстановление. И в результате первый квартал 2023 года область вышла на уровне выше 100% и намечен хоть небольшой, но рост. Но, опять же, это к уровню хорошего первого квартала 2022 года. То есть, фактически, если брать к 2021, у нас выше 100% идет рост по регионам. Драйверами у нас выступила как промышленность, если посмотреть, показатели в целом выполняются. То есть, мы видим, что январь-февраль еще 99,5%, январь-март уже 102%. Инвестиции в основной капитал. Здесь тенденция чуть хуже. Наоборот, в январе и январе-феврале мы регистрировали выше 100%, по итогам первого квартала 1,3% не добрали. Но если сравнивать с прошлым годом, когда область уже на протяжении трех лет демонстрировала отрицательный эффект в районе 84-81%, здесь работал как эффект высокой базы реализации атомного проекта и масштабные инфраструктурные проекты, которые были в области, так и проблемы на внешнем контуре. Я еще дальше остановлюсь, что радует. Прямые иностранные инвестиции выросли в 1,6 раза. Причем за счет реинвестирования. Фирмы, которые пришли сюда, несмотря на неблагоприятную внешнюю обстановку, они понимают, что в Республике Беларусь можно вести бизнес, и они вкладываются в свои предприятия, обеспечивая их дальнейшее развитие. Номинальная начисленная зарплата выросла на 17,3%, реальная выросла почти на 7%. В этом плане регион тоже лидер. Предпринятые меры по наведению финансовой дисциплины в регионе привели к тому, что совокупные поступления доходов в консолидированном бюджете выросли почти на 23%, гораздо выше запланированных результатов. Ну и активно работаем по снижению затрат на производство, потому что надо считать каждую копейку. Вы это не раз повторяли, и здесь работа будет дальше продолжена. Продолжение следует...